Как отслеживается исполнение контракта? Каким образом подрядчик вам отчитывается, что он действительно отловил 20 собак? Фото-ридио, фиксация, все это у нас есть. То есть на сегодняшний день в городе должно находиться 20 собак с бирками в ушах, правильно? Нет, в городе. А где? Есть приют в городе Минусинске. Согласно договору... Вы были в этом приюте? К сожалению, не было. То есть вы не знаете о дальнейшей судьбе отловленных 20 особей? По результатам число от особей, либо проходят стерилизацию, маркировку, если особи не представляют дальше опасность по заключению медицинской экспертизы, они выпускают собак в следующее питание. У вас есть информация, сколько собак на сегодняшний день выпустили после прохождения этой процедуры? После этого прохождения информации еще нет. А у меня есть. Выпущена одна собака, которая сейчас находится на лечении у нас. За эту собаку уже заплачено 16 тысяч. В то время как подрядчик за нее получил 14 тысяч рублей. Вы обратитесь, мы все-таки обсудим эту тему. По какому поводу в план уступило? Какие подрядчики проведут с ней работы, что сделали вы? У нас отчет подрядчика есть у этой собаки. То есть у вас есть видео, где собаку эту выпустили в городе? Да, есть видео. Собака травмирована глубоко. После кастрации. Мы теперь не знаем судьбе неизвестной 19 штук, что и как с ними делалось. По анестезии делалось, что-то делалось ли с ними вообще что-то. Может быть, где-то гон шеи свернули за городом. Просто где-то они. То есть вы ничего не знаете. И они не вернутся сюда уже. Что за приют в Минусинске? Мы, например, с Минусинским приютом взаимодействуем. Что за приют в Минусинске? О судьбе наших собак нет в Минусинском приюте. С тем, с которым мы общаемся. И опять же, давайте мы свяжемся. У вас нужны другие данные по приюту. Что у нас договорит, как вы подрядчик, какой приют? Там нет другого приюта. К тому вы говорите. Там один единственный приют, который содержит волонтера. Больше приютов нет. Больше в Минусинске приютов нет. Наша недоработка в плане в том, что мы сейчас досконально выясним, потому что у нас есть договор с этим УОР, где у нас прописаны все те, то есть все то, что они должны выполнить. Поэтому, учитывая ваши сомнения, мы сейчас сделаем запросы и видеофиксацию всех тех мест, где они находятся, чтобы нам вот эта неясность в нашем городе... Почему? Еще тогда вопрос. Почему отлавливаются только те собаки, которые к ним подходят сами, а не те собаки, которые действительно представляют угрозу?